добрый день и давайте посмотрим что у вас случилось с эскизом куда что пропало на самом деле все на месте вот если просто сместить то вон они все детали есть что произошло при слиянии вот эти части вышли вперед а эти части ушли ну как бы назад по слоям если вот здесь смотреть то видно что вот этот контур который у нас образуют основу да он находится где-то по центру если мы его правой кнопочкой мыши сейчас не видно так правой кнопочкой мыши монтаж на задний план переложим то вон оно у нас все на место вернулось то есть просто произошло вот по слоям перемещение внутри одного слоя элементов и таким образом вы не видите если я сейчас платье вот сюда например подниму видите как будто бы пропали у нас элементы но на самом деле все на месте никуда ничего не растворилось так что можно двигать здесь не всегда удобно здесь не так много элементов а иногда в слое бывает огромное количество элементов поэтому через правую кнопочку мыши монтаж там всегда мы найдем куда нам что нужно переместить на передний за на на передний план на задний план и можно на один уровень вперед на один уровень а назад вот например на уровень вперед сейчас вот сюда смотрим приложить вперед и она на одну поднялась а если мы целиком например переложим на передний план то вот она сюда у нас попала то есть все это делается и прекрасно можно перемещать что касается слияния воротничка давайте тоже этот момент посмотрим так получилось некоторое абракадабра в силу того что видимо неправильно слили у вас должно было быть два объекта смотрите беру инструмент перышко и прорисовываю нашу с вами форму так сейчас она будет у нас сливаться чтобы такого не происходило что я сделаю я создам новый слой и в этом слое уже нарисую наш с вами форму при помощи кривых усиков и сейчас поправим в инструменте перо у нас есть опорную точку вот этот инструмент и опа здесь тоже сейчас мы исправим вот должен быть вот такой объект и второй объект у нас с вами должен быть это задняя часть вот такая вот так вот получается две части сейчас выделим их каким-нибудь цветом давайте разным чтобы было видно один и второй да вот два объекта соответственно мы с вами делаем зеркальное отражение у этого объекта и у этого то есть мы одновременно можем их отразить кстати хорошо что у меня кривые получились как раз мы сейчас посмотрим что будет при слиянии то есть вот два объекта и вот два объекта ctrl z ctrl z ctrl z все вернулось вот и для того чтобы нам их слить мы выбираем попарно два объекта то есть вот она спинка окно обработка контуров вот она наша и слияние вот здесь у нас получилось чисто никаких личных лишних точек нет а вот здесь сейчас будут проблемы смотрите мы слили и вот это вот место она там очень некрасивая он нам сколько всякой красоты не неописуемой появилась поэтому мы ручками подчищаем лишние точечки которые нам не нужны таким образом делаем форму более складной и вот у нас с вами получилось горловинка соответственно чтобы вот вот эти вот остриночки убрать вот здесь вот можно но это мы потом отдельно в курсе разговариваем да просто вот такое скругление сделать они тогда пропадают вот у вас получается уже горловинка она отдельная вот таким образом что ничего у вас никуда не пропало особо проблем со слиянием я сильных не увидела здесь вы сделали все правильно там просто вы либо два объекта друг на друга слили либо один был не замкнут и либо еще что-то произошло но если вы вот так вот ровненько нарисуете то вот они у вас сольются и получится соответственно горловинка спинки и горловинка переда все будет хорошо если будут еще вопросы обязательно пишите я вам на них отвечу